С вами Николай Пивненко в проекте Дата. 24 марта, день штурманской службы ВВС России. Также в этот весенний день отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В 1882 году в Берлине немецкий ученый Роберт Кох объявляет об открытии возбудителя туберкулеза. Через год он обнаружил и возбудителя холеры. А в 1905 году ученому была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине. Сегодня также Международный день с трудным названием «Право на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв». В этот день появились на свет русский художник Кипренский. Он родился в 1782 году. Известен как один из самых одаренных портретистов 19 века. Принадлежал к числу немногих русских живописов, чьи таланты были признаны за границей еще при жизни. Автопортрет Кипренского хранится, кстати, в галерее Уфицы, наряду с работами других выдающихся художников мира. Ну а портрет Пушкина – одна из самых знаменитых работ его кисти. 1877 год. Рождается Алексей Силыч Новиков-Прибой. Настоящая фамилия Новиков. Русский советский писатель, участник революционного движения, автор исторической эпопеи Цусима. Год 1900. День рождения Ивана Козловского, исполнителя, певца, русского певца, тенора. Дебютировал в 1922 году в Полтаве в партии Фауста. Через два года солист Харьковского оперного театра. Затем солист Большого театра Союза СССР. Среди лучших партий Юродивый, Ленский, Ромео – замечательный исполнитель русского романса. В 1990 году выступил на своем 90-летнем юбилее в Большом театре. Народный артист СССР. Еще одна суперзвезда появилась на свет тоже в этот день, 24 марта. В 1906 году – день рождения Клавдии Ивановны Шульженко, советской эстрадной певицы, исполнительницы знаменитых военных песен. Синий платочек, где же вы теперь, друзья-однополчане, давай закурим. На Новодевичьем кладбище, на памятнике Шульженко, всегда висит синий платочек. Строчи, пулеметчик, за синий платочек, чтоб был на плечах дорогих. 1921 год. Василий Смыслов рождается в этот день. Российский шахматист, седьмой чемпион мира по шахматам. А в 1954 году родился Александр Серов. Много лет певец исполнял «Я люблю тебя до слез» и «Миллионы женщин», слушая его, представляли мужчину рыцарем без страха и упрека и мечтали о таком супруге. Певец даже обрел звание секс-символа. 1955 год. Еще один певец рождается в этот день. Александр Буйнов, обладатель многих престижных званий, среди которых народный артист Российской Федерации, народный артист Ингушетии, народный артист Республики Северной Осетии Алания. Он награжден орденом почета, лауреат премии Утесова, премии МВД России, неоднократный победитель песни года, но стал известен благодаря коллективу «Веселые ребята», а потом он уже ушел в свободное плавание. Российский актер театра кино «Андрей Мерзликин» родился в 1973 году. «Бумер», «Охота на пиранью», «Качели», «Бесправо на ошибку», «Брестская крепость», «Семейный дом», «Годунов» — это лишь некоторые работы с участием этого актера и, кстати, кинорежиссера. О событиях этого дня. 1603 год. Королевские власти Англии и Шотландии объединились, когда король Шотландии Яков VI унаследовал английский трон. А в новой истории все чаще звучат призывы разъединиться. 1801 год. В Михайловском замке Санкт-Петербурга вследствие заговора убит российский император Павел I. Он был, по одной из версий, задушен и забит офицерами в собственной спальне. Так произошел последний в истории России дворцовый переворот. В этом заговоре, по различным оценкам, принимал участие от 30 до 70 человек. Заговорщики не были наемными убийцами, и поэтому действовали неумело и суетливо. Ради того, чтобы оправдать это преступление, заговорщики оклеветали монарха как сумасшедшего тирана, и народу было объявлено, что он скончался от апоплексического удара. 1896 год. В Петербурге в русском физико-химическом обществе русский ученый-электротехник Попов и его помощник Рыбкин демонстрируют передачу сигналов без проводов на сумасшедшее расстояние 250 метров. Таким образом, они передают первую в мире радиограмму, которое состоит из двух слов «Генрих Герц». 2005 год. В Бишкеке, столице Киргизии, после народных волнений был свергнут режим президента Оскара Акаева. Ну и последнее. 1753 год. В Российской империи отменена смертная казнь. А начало процесса гуманизации российской системы уголовных наказаний положила императрица Елизавета Петровна, дочь царя-реформатора Петра Первого. Именно по ее настоянию был принят так называемый Сенатский указ, согласно которому все смертные приговоры приостанавливались до рассмотрения обстоятельств преступления в Сенате. Впрочем, продержалась эта отмена недолго. В последний раз в Российской Федерации применяли смертную казнь в августе 1996 года. Тогда расстреляли серийного убийцу. По другим данным, заключительную смертную казнь в нашей современной России осуществили 2 сентября того же 1996 года, но имя последнего смертника не разглашается. Как известно, Россия вошла в состав Совета Европы и подписала протокол приложения Европейской конвенции по правам человека, в рамках которого вводился мораторий на применение смертной казни. Тем не менее, этот вид наказания все еще числится в Уголовном кодексе страны. И это означает, что смертную казнь могут восстановить и применять в качестве высшей меры наказания. Так что все еще может статься, и на мой взгляд, некоторые хотели бы, чтобы смертная казнь вернулась. Но так ли это необходимо сегодня новой, современной, мудрой России? С вами был Николай Пименко в проекте Дата.